Три гастрономических мастер-класса по приготовлению дальневосточного завтрака прошли в школе номер 74 города Владивостока. Школьники стали поварами и узнали, какими уникальными морепродуктами богат Приморский край. Для меня, как и, наверное, для большинства жителей города Владивостока, очень остро стоит вопрос, как же в летние каникулы организовать отдых детей. Это всегда такая непростая задача. С одной стороны, хочется, чтобы ребенок переключился от школьных трудовых будней и в то же время получил какие-то новые впечатления и новые знания, которые будут так деликатно и ненавязчиво ему предподнесены. Мастер-классы прошли в рамках фестиваля на гребне. 80 школьников приготовили дальневосточный завтрак под руководством шеф-поваров ресторанов Владивостока, что стало самыми яркими занятиями из цикла гастрономических уроков. Это самый масштабный гастрономический мастер-класс школьный. У нас приняло участие порядка 80 детей. То есть мы никогда не проводили такое количество, но мы за последние полгода провели несколько мастер-классов, даже не несколько, 36-й мастер-класс, который мы сейчас проводим. И сейчас у нас порядка 1100 детей, которые приняло в мастер-классах на протяжении полугода. Мы, можно сказать, завершаем учебный год 2024 года и начиная с сентября наши мастер-классы продолжатся. Они будут еще более интересны, еще больше гастрономических проектов подключается. Практически сейчас готовы принять участие 32 или 33 гастрономических проектов, прийти в школу и показать то или иное блюдо дальневосточной или российской кухни. Шеф-повар Азамат Мухамедов вместе с детьми приготовил сразу два омлета с неркой и курицей. Бренд-шеф Максим Мажоровский научил школьников правильно делать гамбургер с котлетой из ментая. А Иван Осипенко объяснил и показал, как правильно завернуть сладкую начинку в блинчик. Когда кулинарные шедевры были готовы, дети с удовольствием их попробовали. Многие из них признались, что хотят повторить блюда дома. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.